Кабардинский «Я охотник». Они осмотрели нового коня, проджигетовали по двору. Он действительно был необыкновенно хорош. Медой широкий и длинный мерин с глинцевитой шерстью, пушистым хвостом и нежную, тонкую, породистую, гривой и холкой. Он был сыт так, что на спине его только «спать ложись», как выразился Лукашко. Копыты, глаз, оскал – все это было изящно и резко выражено, как бывает только у лошадей самой чистой крови. А Ленин не мог не любоваться конем. Он еще не встречал на Кавказе такого красавца. Отъехав версты две, Аджимурат тронул своего белого кабардинца. Он пошел проездом, так что его на керы шли большой рысью. Так же ехали и казаки. «Эх, лошадь добра под ним», – сказал Херопонтов. «Кабы в ту пору, как он немирной был, ссадил бы его. Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе». Субтитры создавал DimaTorzok